На конкурсе собрались учащиеся школы-воспитанники творческих объединений Владимира. В этом году в фестивале впервые приняли участие дошкольники. Также свои работы на конкурсе представили технологические колледжи и армянская диаспора. Организаторы концерта уверены, рождественский праздник помогает детям раскрыть творческий потенциал и способствует популяризации христианских ценностей. С каждым годом желающих принять участие в конкурсе все больше. Участников очень много, как никогда. В духовном песнопении это 74 номера. Вот говорит, 24 чтеца, 54 участника семейной традиции и почти 400 человек изобразительное искусство. Вот столько участников. Конкурс пользуется спросом. Конкурс проходит в нескольких номинациях. Музыка, поэзия и проза, изобразительное искусство и семейный конкурс традиций. В музыкальной номинации участники представили хоровые, сольные, духовные песнопения. Прозвучали знакомые всем с детства рождественские мелодии и фольклорные композиции. В инструментальных номерах юные таланты показали мастерство игры на фортепиано и блокфлейте. Участницы хора 25-й школы признаются. К выступлению начали готовиться заранее, чтобы порадовать зрителей чистым и душевным исполнением. Мы готовились примерно очень долго, где-то месяц. Мы там старались, пели и строились уже около этой недели. Ну, в общем, все вышло успешно и мы очень рады. Песня такая душевная, можно даже прослезиться. В номинации «Моя семейная традиция» дети с помощью фотографий старались передать атмосферу и обычаи празднования Рождества в их семьях. На художественной выставке представлена работа участников в разных видах изобразительного искусства. Живопись, скульптура, графика и декоративно-прикладное творчество. Здесь можно увидеть пряничные домики, оригинальные елки, новогодние игрушки и множество рисунков. Я всю жизнь любила рисовать и решила попробовать себя именно в этом направлении. Я решила нарисовать детей примерно моего возраста, которые вышли на улицу вместе с маленьким годовалым ребенком наряжать елку. Мне показалось, что это выглядело очень мило. Работу участников разделили по трем возрастным категориям. Жюри оценивало мастерство, оригинальность и соответствие рождественской тематики. Лучшие работы отметили дипломами и сладкими призами. Уже скоро ребята вновь возьмутся за ноты и кисти. Впереди традиционный пасхальный конкурс «Царь дней Пасха». Он пройдет в конце апреля.